здравствуйте друзья героем сегодняшнего обзора будет микроволновый датчик присутствия из экосистемы tuya smart кто следит за обзорами на моем канале уже видел обзор устройства с аналогичным принципом действия это окара fp1 для тех кто пропустил ссылку оставлю в описании однако есть и довольно много различий в гаджете от tuya имеется еще и датчик освещенности но нет определения зон сторон и приближения удаления зато есть дальность до объекта и регулировка интервала срабатывания также эти устройства существенно отличаются по своей конструкции напряжению питания и даже своей роли в зигби сети а перед тем как узнать все детали подробнее проверьте не забыли ли вы подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео заявленные параметры согласно инструкции тип устройства датчик присутствия с сенсором освещенности принцип микроволновый радар интерфейс zigbee 3.0 дистанция обнаружения от 0 до 9 метров регулировка чувствительности 9 ступеней переход состояния выключена от момента последнего обнаружения от половины до 25 минут задержка включения после обнаружения присутствия от 0 до 10 секунд диапазон освещенности от 0 до 2000 люкс тип крепления потолочный диапазон рабочих температур от минус 20 до 70 градусов цельсия напряжение питания 12 вольт потребляемый ток до 70 миллиампер размер 93 на 30 миллиметров комплекте поставки нашлось сразу две коробки одна с датчиком другая с блоком питания очевидно что блок питания не является неотъемлемой частью устройства добавлен ссылку магазином в первой коробке обнаружился датчик который легко спутать с точечным потолочным светильником и инструкция на английском языке не указано что такие сенсоры могут быть самыми разнообразными интерфейсами как проводными так и беспроводными а также напрямую замыкать контакты например светильников при обнаружении присутствия еще один важный момент установочное отверстие в потолке должно иметь диаметр от 77 до 80 миллиметров сам процесс установки не отличается от точечных светильников вот такой блок питания нашелся в комплекте напомню что напряжение питания устройства 12 вольт и при использовании лет светильников с таким же напряжением в непосредственной близости можно использовать общее питание конечно при условии что блок питания не отключается хотя на коробке нарисована вилка и круглый разъем по факту блок питания приехал с обрезанными проводами хотя с учетом конструкции датчика и метода установки они как бы и не нужны условно красный провод это плюс условно потому что они особенно красный а черный это минус напряжение без нагрузки 12,3 вольта хотя с учетом мизерного потребления датчика большой разницы не будет как я уже сказал конструктивно устройство выполнено в виде встраиваемого в потолок точечного светильника думаю что можно продумать как его органично вписать в группу таких светильников хотя никакой привязки к ним нет тут используются аналогичные подпружиненные боковые крепления которые будут удерживать датчик в установочном отверстии в верхней части находится кнопка перевода в режим сопряжения тут же находятся разъемы для проводов питания зажимаются они при помощи винтов тут видно что вторая пара контактов пуста она используется в других моделях датчиков с проводными интерфейсами или управляющими контактами пора переходить к испытаниям для чего нужно подключить к датчику питания соблюдаем полярность красный плюс черный минус внутри датчика находится синий светодиод цвет которого видно сквозь переднюю часть корпуса для перевода в режим сопряжения зажимаем на 5 секунд кнопку диод при этом начнет мерцать начнем с базовой системы управления туя smart так как интерфейс управления zigbee необходим совместимый с туя шлюз у меня это проводная версия от моез запускаем его плагин и включаем режим подключения новых устройств кстати пока датчик не подключен к шлюзу идет тоже мерцает но медленно после перехода в режим сопряжения он будет вспыхивать намного чаще ждем пока не появится сообщение об успешном добавлении и датчик появится в общем списке туя smart и перечне дочерних устройств шлюза вот так выглядит плагин устройства верхней части отображается текущий статус присутствия обнаружено или нет сразу под ним данные датчика освещенности затем шесть кнопок окошек большая часть из которых это настройки и только нижнее право это значение расстояния до объекта а первое это чувствительность по шкале от 1 до 9 где 9 самый высокий далее идет настройка дальности от 0 до 9 с половиной метров хотя в инструкции написано что 9 несколько забегая вперед скажу что на максимальной чувствительности и дальности датчик постоянно что-то обнаруживает то ли соседи то ли какие-то потусторонние сущности я опытным путем определил оптимальные для себя параметры чувствительность 5 и дальность 3 метра следующая настройка определяет сколько времени должно пройти от того момента когда датчик перестает регистрировать присутствие до его перехода в статус не обнаружено. Вторая настройка это задержка от момента обнаружения до его включения. Общие настройки стандартны, тут есть перечень поддерживаемых систем Alexa и Google Home, но как видно на слайде в центре статус датчика в Google Home не отдается, просто пустой объект. Есть возможность создать группу объединить несколько физических датчиков в один логический. Перейдем к автоматизациям. Главная ценность героя обзора конечно в разделе есть ли триггеров, тут есть 4 блока значений которые можно использовать для создания автоматизации. Освещенность тут все понятно и просто, выбираем больше меньше или равно установленному значению. Присутствие обнаружено, не обнаружено или установленная продолжительность любого из этих статусов. Устройство проводит самотестирование, правда с какой периодичностью мне выяснить не удалось и по факту его результата также можно создать автоматизацию, например уведомление при какой-то ошибке. Также можно настроить различные действия в зависимости от дальности к объекту обнаруживаемому датчиком. Есть датчики в разделе действий, но так как сам по себе он ничего делать не может это сигнальное устройство, все блоки тут дублируют настройки в плагине. Чувствительность, например в случае когда не нужно регистрировать присутствие устанавливать нулевое значение, если по обнаружению срабатывает сигнализация. Аналогично можно изменять значение минимальной и максимальной дальности, интервала до выключения, например уменьшать его в ночное время и задержку при обнаружении присутствия. Для добавления в Home Assistant есть несколько путей. Начнем с интеграции TUI, она работает в автоматическом режиме, все что добавляется в приложении пробрасывается и сюда. Но не все устройства имеют достаточный уровень поддержки. Герой обзора поддерживается частично. Есть бинарный датчик присутствия, основная функция устройства. Но нет например сенсора освещенности, вторая опция недоступна для использования в Home Assistant. А также есть три объекта Number, часть настроек, минимальное и максимальное расстояние и чувствительность. С остальными настройками проблем тоже нет, так как все доступно из плагина приложения TUI Smart. Длительные тесты я не проводил, но из того что успел увидеть все работает достаточно быстро и адекватно, но зависит от доступности облаков и скорости интернет-соединения. Как я анонсировал недавно в своем видео блоге, ссылку вы найдете в описании, теперь я буду проверять совместимость устройств с официальной интеграцией Home Assistant ZHA ZigBee Home Automation. Включаем режим добавления новых устройств и держим кнопку на датчике, пока светодиод не начнет быстро мерцать. Вот результат подключения. К сожалению, вынужден констатировать, что на дату выхода этого видео устройство не поддерживается. Вот и все что залетело в Home Assistant, думаю лишь не говорить, что в таком варианте использовать датчик не представляется возможным. В моей системе умного дома, базовой системой для управления ZigBee устройствами является ZigBee 2MQTT, актуальная на момент выхода видео версия 1.27.0. В очередной раз держу кнопку на датчике и запускаю режим подключения новых устройств. Тут сюрпризов не было, устройство поддерживается официально, необходимости в написании внешних конвертеров нет. Из интересного, этот датчик является роутером, то есть может подключать к себе и передавать через себя команды для других узлов сети, тем самым увеличивая ее емкость и покрытие. Акара FP1 про который я упоминал в начале является конечным устройством. Тут есть все значения, которые мы уже видели в плагине базовой системы Tuya Smart. Статус присутствия, освещенность, дальность до объекта, настройки чувствительности, дальности и длительности, а также результат самотестирования. Все эти настройки перебрасываются и в Home Assistant, в виде сенсоров, присутствия освещенности, дальности и результата самотестирования, а также изменяемых объектов, настроек. Устройство добавлено в официальную поддержку SLS шлюза, но в прошивку не старше 8 августа 2022 года. На момент проведения тестирования, она еще не вышла в релиз, но должна выйти в ближайшее время. В экосистеме Tuya Smart есть несколько подобных датчиков, которые практически идентичны и конструктивно и функционально, но при этом имеют различные коды производителей. Тут было то же самое. Но чтобы облегчить процесс добавления, был создан новый, отдельный конвертер для этого датчика, именно под его модель и код производителя. Его номер 214, спасибо автору прошивок Григорию за оперативное добавление устройств, которые попадают не на тестирование. Тут все те же настройки и объекты, что мы уже просмотрели несколько раз, только тут они расположены на двух страницах, состояний и опций. Еще одно любопытное наблюдение, те настройки что я сделал в самом начале в Tuya Smart, чувствительность, интервал, дальность, сохранились в устройстве и отображались во всех интеграциях. Home Assistant все переброшено, в отличие от ZigBee to MQTT в виде сенсоров. Для установки параметров можно использовать или интерфейс шлюза или через MQTT топики, если это надо делать в автоматизациях. Теперь немного личных впечатлений о работе устройства. Вы сейчас видите вкладку экспозиции в режиме реального времени, без ускорений. Реакция на обнаружение у героя обзора, быстрая и сравнима с датчиками движения, в этом он интереснее чем Acara FP1, хотя и у него можно выйти из положения используя события, а не статус. Присутствие держит неплохо, а при расположении на потолке думаю будет еще лучше. Проверял работу через двойной стеклопакет, без проблем, так что душевую кабинку пробьет легко. Да что кабинку, он стену прошьет на высокой чувствительности. Ее, как и дальность, нужно будет регулировать уже под каждый конкретный случай. А вот дальность до объекта откровенно скачет. Стоишь рядом, показывает полметра, отошел на полшага уже три, потом сразу метр. Не уверен, что этой опцией можно будет нормально пользоваться. В целом датчик оставил приятные впечатления, тем более что стоимость у него более чем адекватна, сопоставимо а чаще ниже чем у той же Acara FP1. Осталось подвести итог, устройство несомненно интересное и пригодное к эксплуатации, но нужно учитывать особенности монтажа, в условиях готового ремонта это будет не самой простой задачей. Но если вы сумеете его установить, то кроме неплохого сенсора присутствия, получите и дополнительный zigbee роутер, что тоже неплохо, а за те же деньги. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравятся мои видео, поддержите мой канал, ставь его спонсором. Кроме этого, есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи, ссылку вы найдете в описании. Также я веду и телеграмм канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройства умного дома, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства показанные в обзоре, на интересные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok